как с вами шульки и сегодня мы поиграем в игру которая называется never mind либо неважно это что-то наподобие хождение короче психолога хождение по людским страхам и по леской памяти тип того как мы видим здесь изображение бабочки и если лучше посмотреть то это два человека смотрящий двух друг на друга вам поехали регулятор чтобы левый логотип а так так как музыка слишком громада не расти тальгия не расти тальгия так и были видны получатся так начать каранасах русско конечно что мне радует что у меня вертикалка включена до то 400 чем-то вау 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 мышкам можно пожалуйста так перемещайтесь используя клавиши со стрелками или клавишами в sd смотрите вокруг с помощью мыши взаимодействия с объектами щелка и левой кнопкой мыши можно так использовать все элементы управления на время для исследования окружающего мира скорее всего это разрабы нас так добро пожаловать институт нестальгии приветствуем пациент и сотрудников для продолжения коснитесь экраном так в любом месте ладно давайте я думаю коснемся давайте в центральную здравствуйте доктор ваши датчики распознали лица показывающие что вы но вы не расследователь института не растальги добро пожаловать в команду здесь мы можем внести последние сведения для регистрации нажмите кнопку продолжить чтобы выполнить эту процедуру спасибо что вы так прибыли сегодня так рано мы считаем что новыми расследователям следует пройти инструктаж по прибытию околех и пациентов в качестве не расследователя вы будете изучать подсознание наших пациентов чтобы помочь им преодолеть последствия перенесенных психологических травм эта работа непроста очень важно для нее требуется большая осторожность и особая проницательность теперь мы перенесем так перейдем к проверке вашей личности так впереди вас ждет на неприятные сцены и ситуации такие сценарии могут вызывать неблагоприятные реакции у участников особо чувствительных к сюжетам и изображениям имеющиеся к отношения к психологическим травмам продолжать процедуру вы принимаете на себя ответственность за то что вам ждет впереди вы даете согласие так сообщение указаны сведениям так мы сверим эти сведения с нашими записями для выполнения процедуры проверки личности по 1 продолжить так мы видим что вы пришли надев незначенно так устройство и стал гея спасибо за соблюдение стандартных правил обратите внимание на подсказки и точку взаимодействия на территории института которого вы можете выделить окуляр регистрация в первый день завершена так проходите пожалуйста зона только для персонала позади вас ваш окуляр и стал гей синхронизирует с вашим учетной записью сотрудникой и служит пропуском через двери мордер журнальчики но поехали взаимодействовать взять поэтому можно обращать как-то можно институт нейростальги здравствуйте доктор ки так разрешите тепло попро поприветствую все вас в институте нейростальги это ваш кабинет и здесь вы найдете все необходимые для комфортной работы ваш окуляр и слайдия служит для входа на главный компьютер рядом с этим столом приступайте к работе когда будете готовы еще раз приветствуем вас в нашей небольшой элитарной команде нейроследователи для нас честь работать с вами с уважением совет директоров института нейростальгия так но у нас пока что просто никого пустовато на самом деле мы поехали привет доктор ки руководством нейроизм зидирование методы ой боже давайте выбрать пациента тренинг да так пациент тренинг нейроисследователь доктор ким симулируем образ подсознание созданный институтом нейростальгия для обучения новых сотрудников процент использования отпечатки ну давай активировать спасибо активировано так отпечаток пациента тренинг а теперь можно начать нейроизмирование пройдите в камеру через дверь справа вайл так точно как это чертовщина происходит или нужно было все таки прочесть тренинг это символити образ подсознания созданный институтом нейростальгии для комплекса надо подготовки новых нейроследователей к работе с первым пациентом тренинг прочая реальность жизнь для меня и моей семьи стало невыносимо чем не помогало я догадываюсь почему я здесь так если я сейчас расскажу о своих проблемах вы потом сможете это использовать чтобы помочь мне при помощи при помощи процедуры трудно это все верить но вы специалист я думаю многие мои проблемы начинаются в юности поэтому может быть начнем с моего детства да хорошо посмотрим я рос в новом сельском домике в германии мы были не богатые но и я и моя сестра близнец и мой отец сводили концы с концами на самом деле большинство части моего детства царил голод и часть что мы остались без еды у меня не было много счастливых моментов с моей семьей но когда мой отец снова женился наступили мрачные времена моя мачеха терпеть не могла меня и сестру честно говоря мы ее тоже не жаловали боже она была просто и мерзительна иногда она брала меня так брала меня и сестру так на долгие прогулки в лес а потом убегал домой мы постеплены за ней и мы научили оставлять за собой след подкручивать предмет чтобы вернуться домой я думал в какой то мере мальчика помогла нам стать такими изобретательными моя сестра настоящий борец женщина с которой девочки и мальчики должны брать пример сейчас она работает в лонд теринистах различных молодежных организаций ну хватит о ней ладно что еще может мне рассказать о своих ощущениях да вы помните так а вы не поверите но я всегда страдал различными нарушительными питаниями и страхами относительно еды судобы вызывают у меня неспуг и панику это трудно описать на самом деле у моей сестры были похожи проблемы и с Мазерсом они только углублялись это ненормально правда мы обращались к бесчисленным докторам по этому поводу они продолжали что наши проблемы будут быть связаны с перенесением психологических травм но так и не помогли нам выяснить с какой именно у них не получилось вылечить нас и вот почему мы здесь это это поэтому мы здесь окей поехали так 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 я пришелся на обучение нейроселедователям неприятным или вашим наставникам когда я говорю как все можно щелкнуть правой кнопки выше чтобы пропустить инструктаж пока будет инструктаж но вы говорите ли вы с пациентами напрямую или проводите нейросидерский мозг тогда необходимо внимательно слушать Вы поймёте, что каждая частица подсознания пытается рассказать свою историю. В случае наших пациентов, это зачастую забытая история, принесённые психологические травмы. Некоторые частицы памяти пациента могут быть спутаны или повреждены в результате попытки рассудка, приумирать пациента за случаем или скрытие правды. Однако, просто на и тщательное исследование нужно участки. Вы обязательно отыщите щип... отыщите щип... отыщите щип... Ага, да. Найдите правду. Так, бегать я не могу, прыгать я не могу. С некоторыми объектами в подсознании можно взаимодействовать. Для взаимодействия с объектами во время нейрозидирования щёлкните левой кнопкой мыши. Нажав и удерживая кнопку мыши, можно перемещать и поварочивать объекты, чтобы осмотреть их. Завершите осмотр, снова щёлкните кнопкой левой мыши и объектив вернётся в исходное положение. Кораблик. Кексик. Прикольный кексик, чё-то жарить захотелось. Так, здесь у нас три двери. Во время нейрозиденции вы будете находить объекты, похожие на фотографии. Таким образом, ваше сознание интересует конкурентность момента памяти обнаружив психологических... Обычно в каждом мозге можно найти около десяти таких памятных фотографий, а больше воспоминаний с ним может удержать. Вы обнаружили, что половина этих фотографий представляет реальные моменты, связанные с делом. Соответственно, это в основном ложные воспоминания, созданные с сознанием пациентов. Только вы можете отделить зёрна от плевел. Более подробно я расскажу вам об этом позже. Мальчика ненавидел мою сестру, двойнёжку и меня. После проверки подлинности памяти фотографии, она появляется у всех психических пациентов, и на их стадии сможет в её безопасности область мозга. Часто в этом месте, откуда вы начинаете свой путешествие по разным местам. Когда вы найдете все десять фотографий, вы должны распределить порядок пять фотографий, реально подставляющий травм пациента. После этого, наконец-то произойдёт полное освобождение сознания пациента. Часто в этот момент пациент ощущает прорыв. Такой прорыв — цель каждого нейроследователя и ключ к окончательному восстановлению психических пациентов. Окей. Ваша главная задача в качестве нейроследователя — найти и проверить подлинность этих фотографий. Однако, это проще сказать, чем сделать. В то время как некоторые фотографии свободно доступны в позоснании, другие похоронены в её глубине. И потребуется... Мы часто ели рагу из кролика. Милые дети, уходите проще. С любовью, ваша мачеха. Так, я вижу, что в сараче какой-то можно. Понятно. дверь активируется нет о чем и тогда теперь делать дверь открылась все поехали подсознание так сказать за действие с одной частью мозга может иногда открыть новую область и психики состояние некоторых объектов такие как эти двери можно изменить в ответ на действие окей а можно вернулся там немного солнечно было можно прикольно ладно поехали сестра спасла меня от съедения осознание торгает незаванных гостей использует каждой возможности чтобы подпитать ваши страхи и напряжение по возможности сохраняйте спокойствие и самоблюблю самобладание даже перед лицом все вы сможете совладать с собой вы заметите что подсознание тоже успокоиться то есть каком то степени меня будет щас что-то пугать до этого бояться нельзя как было сказано пока что прямая дорога музычка играет чего такого например особое глубокое запрятное воспоминание подробности о травмах могут быть очень глубоко скрытые вдумчиво воспринимите подсказки которые дают мозг из пациентов просто воспользуйтесь это как их хитромодной головой скатерируйтесь найдя голову щелкните правой конструкции чтобы в первую концептурацию ммм птички никогда не пели для нас пока что ладно у нас значит будут еще головоломки впереди но лес грибы какие грибы так нужно не забывать искать эти листики готовы потом будут по воспоминаниям заново ходить искать их так ведь нет хай малыш как ты хехе ну а тут на самом деле то что я не могу бегать а значит меня за мной ничего бежать не должно быть итак так вот так встану вот это пойдет на заставку взять ну это скорее то что мачеха их типа ненавидела как я понимаю да ой да ладно вам а было сказано вы будете пугать это я понял муха отебись а наш дом уничтожил ужасный пожар во время и родителей ваше сознание находится в глубоком посозначе пациента хотя вы можете пройти эту путешествие в одиночку мы в институте на историю очень серьезно относимся к безопасности наших нейросследователей если вам требуется доступ к на какому-либо инструменту иероследователей если необходимо освободить свое сознание изобразите нажать клавишу это позволит вызвать инструменты иероследователи а затем вы сможете продолжить руководство ааа окулятор это не заменю пощаданными иероследователями это сложное устройство обнаружено в образе подсознания мальч давайте ладно цели нейроссервирование это современный метод позволяющий медицинских специалистов иероследователей прошедших уникальную подготовку погрушаться ладно давайте короче хорошо давайте что тут такого травма хотя вот обзор слово травма так причина терапия ресурсов персонал будущее ладно плевать вопрос куда идти как а что делать как я понимаю мне нужно прервать сеанс просто в чем дело я думал мне на в ту комнату скинет странно все у нас там выходит 5 серий но пока что игра очень классная типа мы ходим в подсознание людей это как есть игра чтобы собрать седьмого года или шестом он называется играл психо как легче не запекал он мост андерруб антон сайка это на промочке который тоже ходил в действие царя все других жителей и там были и другие мира прикольная игра была конечно же и в ней не играл интерактинге с одной частью мозга может иногда открыть новые области сантехи стояли некоторых объектов такие как двери и мы спасти акции стейкинел свой смысле и чуть не врубился а куда мне нужно было дойти помните я понял что подсознание пациента может подписывать некоторые особенности могут быть очень чувствительными и опасными поместите свои сознания в сознание другого человека вы рискуете получить травм от боли и ужаса царающих в подсознании пациента и ваш собственный разум может быть настоящее агония у нас пиклей в этих областях вам потребуется проявляет проявлять масса своего ужаса несмотря на риск и диноза быть смешной и тогда если вы дадите свою 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 страху куте очень сложно забежать ущерба вашей психике то здесь все таки что то будет еду попрямо а это роза шп и роза подряд чем круто место с с некоторыми тоже могут обратить и все и для нас есть для этого я лично взаимодействую с предметом а затем идите удерживать Победитель, не удерживай его. Все. Я успокоил дух совы. О. Кто-то херово играет на флейте. Олененок, блин. Оленику жалко. Гон по правой. Оленику жалко. у меня быть что-то пугать нет скорее всего это было просто так с куда-то улетает убегает и не понимаю кто кролика покормил окей футбольная голова привет так ладно но это было не страшно самом деле вот если что то на меня выскочит это будет страшно страна муха но со что летела и она смотрите в принципе а смысл я тех детей типа 1 до смотрел если первая серия мне все равно будет состоять из-за тебя головы немного не хватает из-за 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 как она называется блин короче название игры они из тех детей я не обернусь фондовой более мрачная стала все где листовки я листов не вижу лишь лишь на каждую сторону сторонку смотреть каждую херовинку чтобы найти фотографии пусть и воспоминаний а я нахожу пока что печки он ли печки а вот это есть дома ловушкой идите так собиралась зажарить зажаритесь есть это чё отсылка на агату гретель а я ведьма хотелось из детей руки какие чё-то стрёмно ну как знаете не стрёмно но не по себе почти упал но я стоял а упасть можно вы видели я почти упал но я как-то залез обратно она отводила нас в лес на погибель но мы основном так оставляли следы чтобы найти дорогу домой однажды мы совсем заблудились пока что меня не радует ну блин ладно здесь не так стрёмно типа куклы меня хотели напугать но это ммм так как я бегать не умею если в игре нельзя бегать значит можно ничего не бояться по факту ооо да кажется его от вас со сказкой то что будет каждая история это сказка когда ваше сознание находится в чужом подсознании они неуминовые перекликаются между собой не только разум пациента влияет на вас но и ваши мысли находят свое отображение в носке пациента идите медленно и осторожно в планете медленно и осторожно ваше 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 пирожки такие что ли деревья из сиропа опа пирожки дом с пирожков сова а это кому я подносил идут а заяц сова жаба король так нужно путаться моно ножи топоры белочка точно тоже помню угла на живое съемы а эти деревья тоже живые да прикиньте эти тут не рады и принимать семер чтобы обеспечить безопасность наших невероследователей однако вам предстоит в одиночке пройти через область повышенной опасности если по сознанию пациента будет слишком примечитым вы будете автоматически удалены из-за нового области мозга и перемещены в более безопасную область и следуйте все как возможно собрать с мыслями когда будете готовы вы сможете без труда вернуться в ту область которую вы покинули чтобы чтобы противоставить тьме и хаосу чтобы противоставить нужно сохраниться ну как я и сказал типа у нас одно дело одна серия да ух ты пауки пауки муравьи так меня во сне укусил какой-то зверь белчонок м тут только прямой подход к дому я думал вдруг тут где то окно просвечивается оказывается нет поймух а нет прикиньте может меня убить убить уху а муравь и че муравь че а так муравь можно убивать и че пауки пауки на пустой вал можно убивать а я типа руку душу с поймать типа я в печке меня хотели зажарить это был мой самый худший день рождения да все здесь убить могут какие-то ловушки не понял на самом деле как она проходит вы просто что мне повезло жабка это жабка пути ну какой пойдем нелепый какой нелепый тут подъем о здравствуй мы потерялись на нашей доме так но нашли доме который выглядел очень мило так и все собрал хотя бы да окей мы часто ели рогусь кролика неправда потому что еды вообще не было наш дом уничтожили ужасный пожар он обдел нас в лес на погибель но мы оставлялись то чтобы найти дорогу домой однажды мы совсем заблудились это не история психологической травмы пациент попробуй еще раз тщательно проанализируй все что было в смысле но мачеха ненавидел мою сестру и двойняшку меня птичка птичка никогда не пили для нас птичка идя тогда чуть не врубаюсь я должен сделать историю сказки я вас не искусил какой-то зверь хорошо давайте возьмем сказку так я понимаю она у нас садом был ловушкой дети там забирали сажать и а я должен то сказка был сделать о боже о боже на все это опять нахлынуло это ужасно я не хочу вспоминать но да теперь я знаю свою темную лицо сестру мальчика повел от нас в лес на одну из своих ночных прогулок обычно мы возвращались после дамка из того что собирались перед прогулкой разбрасывали стеклянные шарики и куски бумаги даже камешки в одну ночь и она завела очень далеко самой чаще леса мы взяли много хлеба чтобы оставить след и крошек на лесные обитатели конечно же съели их мы заблудились совершенно мы пытались найти дорогу обратно но было очень темно и в лесу вокруг нас было очень страшно мы скитались несколько дней голодные усталшие наконец-то увидели чей-то дом и у нас появилась надежда на спасение или на помощь ладно но этот дом оказался необычным он выглядел как леденец и был очень странным мы не должны были заходить внутрь но мы зашли это была тюрьма для потерянных детей таких как мы в этом доме жила женщина которая откармливала детей нас едили они завидели нас судьба ждала нас я был первым она подманила меня близко к печи у нас у меня ничего понять я уже оказался внутри если бы моя умная сестра гретель время не вытащила меня оттуда мне бы сошли убежали из этого дома и нашли другой дом после этого дела пошла на лад злобная мачеха умерла а моя семья зажила зажиточная я думаешь я думаю я думаю мы просто забыли туса эти события а дорогу дома не начали я имею ввиду как можно жить со своими этими картинками воспоминаний в голове но они ведь всегда были там старуха все еще мучает нас несмотря ни на портал его а провал памяти я не прошу время она же теперь он я могу против своей прошлом у преодолеть последствий этой травмы спасибо знание лучшие знания окей вот как то так получается мы должны составлять сказки они сожгли свою мачеху нормально подсознает не знает покой или стресс страх тревога психологическая травма это может случиться с каждым в любой момент и иногда приходится распытывать самые сложные узлы что тут еще есть давайте еще посмотрим что у нас тут есть ваш окулятор искать с нами будет открыто все двери следуйте не расследовать а рекомендация во время не раз все пока и из хаоса все нейрокарта пациента тренинг было много мест где есть сигналы такие же заблудших детей как мы я смутно вспоминаю как мы натыкнулись на след тех кто пришел так там до нас в лухом лесу темные секреты были как тролли под мостом они брали свою дань пока мы уходили все глубже в темноту некоторые вещи были настолько жутки что я помню только как мы убегали интересно что же там было до сих пор я с трудом вспоминаю подробности об этом доме может это к лучшему а в этом доме было столько всего непонятного даже теперь я боюсь вспоминать насколько жутким было это место другие дети слабо помню только одного как от него воняло когда эти воспоминания становятся в нас они выносимы я стараюсь переключиться на счастливые моменты своего детства в в о чем доме да и после событий в лесу конечно не все воспоминания доме согревают даже когда мы были в смятении и рассеянности бывали приятные моменты я знаю это важно но я и вправду не хочу вспоминать то что увидел вблизи сахарного домика помню даже когда нам удавалось вернуться домой по пути в этом лесу мы видели много странного и пугающего хотя некоторые вещи выглядели манищами мы наверняка так понимали что все это не так радужно почему мы никогда не слышали так активировать ну слушайте в принципе мы с вами все сделали поэтому я думаю можем сохраниться и на этом закончить поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока 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 пока